Мобильные телефоны изменили мир. Нет нужды доказывать, соль очевидный факт. Изменился способ общения, да и само понятие быть на связи претерпело существенные изменения. Большинство людей остаются на связи 24 часа в сутки, благодаря маленьким звонящим устройствам, без проводов. Факты, которые я вам расскажу, лишь доказывают, как сильно изменился мир после массового внедрения в нашу жизнь мобильных телефонов. Это так, что мы и не подозревали. Их много. Во всем мире насчитывается около 3,3 миллиарда благополучно функционирующих мобильных телефонов. Вдумайтесь, в эту чудовищную цифру звонящих устройств всего-то в два раза меньше, чем население земного шара. Если учесть, что мобильными телефонами пользуется не все человечество, а только взрослая и наиболее активная его часть, то на 100 человек приходится 158 работающих мобильников. Перебор. Планета в опасности. 125 миллионов мобильных телефонов в год отправляются прямиком в мусорное ведро. Нет, они не выходят из строя, а лишь надоедают своим владельцам, которые не просят сменить былого любимца на что-нибудь новенькое и модное. Учитывая скорость, с которой человечество расстается с любимыми игрушками, корейцы, например, меняют мобильники каждые 11 месяцев. Скоро нам придется столкнуться с проблемой утилизации. Окружающая среда загрязняется в масштабах, вообразить которую трудно. Только подумайте, какой у обычного телефона период полураспада. Корейцы подсели на смс. По статистике, корейский подросток посылает со своего мобильного телефона около 20 тысяч текстовых сообщений в год. Это около 60 смс в день. Согласно другим данным, около 30% корейских студентов отправляют уже около 100 сообщений в день, и когда они только успевают учиться. Мобильный фонарик. Согласно исследованиям, больше половины владельцев сотовых телефонов используют подсветку аппарата в качестве фонарика. Мобильный, как орудие хулигана. С помощью мобильного телефона можно хорошенько напугать его владельца. По крайней мере, в Англии неуклонно растет число угроз, посланные с помощью текстовых сообщений. Смс-угрозы хороши тем, что запугивать жертву можно круглые сутки. Мобильный телефон у большинства людей включен всегда. Мобильный телефон, как средство предупреждения катастроф. Мобильные телефоны, как ни странно, чаще всего нужны не для нежного бракования с возлюбленной, и даже не для деловых переговоров с клиентом. Наиболее полезными они становятся в случае опасности или стихийных бедствий, когда стационарного телефона под рукой нет, а позвонить и вызвать помощь крайне необходимо. Во многих странах мобильные телефоны используются в качестве средств оповещения. Операторы автоматически рассывают абонентам предупреждения о катастрофах, приближающихся землетрясениях и штормах. Мобильная литература. Новый тренд книжного рынка. Это могли придумать только японцы, написать книгу с помощью мобильного телефона и поставить на уши всю книжную индустрию. Романы, написанные с поле экстраваганным образом, мгновенно стали популярными и принесли писателям в первый проход самогромные прибыли. За первооткрывателями в надежде на легкий доход потянулись и другие молодые авторы. Надо сказать, что мобильная литература до сих пор находится в пике популярности. 5 из 10 самых покупаемых книг 2007 года были написаны на экране сотового телефона. Ставим мобильный лайк и подписываемся на мой канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...